Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме разворот! Самые важные вопросы дня, самые актуальные гости в прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот! У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разворот» и ведущий Константин Казаков. Поздравляю всех с начала новой рабочей недели. Жалко, что та погода, которая была на выходных, не продолжилась и сейчас. Но, может, еще что-то произойдет. Может быть, еще будет тепленько. Евгений Копеин, наш звукорежиссер. Наш сегодняшний гость Депутатрической Думы и журналист Вадим Фольков. Добрый день, Вадим. Добрый день. Стало быть, говорим о дорожно-транспортной теме. Ну и давайте все-таки с дождей начнем. Вроде как на выходных все было хорошо. Не пробок, потому что выходные. Даже мотоциклы, велосипедисты, мотороллеры выехали. Дороги казались идеальными. Как только начался дождь, возникли знаменитые... Проблемы у мотоциклистов, да. Знаменитые... Ну ладно, мотоциклисты уже все-таки не сезон. Да, возникли знаменитые рижские лужи. Знаете, я сегодня как-то вот все-таки до студии добирался, и я почему-то пока не потоп. В центре города я луж не обнаружил. Вы меня простите, конечно. Может быть, где-то на окраинах, в стандартных местах они образовались. Я просто не успел весь город объехать. Но по пути к вам я вот в лужах не застрял. Ну, наверное, еще и дождь не до конца прошел. Ну, когда он пройдет, то явно будет лужа, например, на Райне и... Нет, не на Райне, на Калпака и Валдемара. Вот она легендарная буквально. Кого только не заливало здесь. Закончим и посмотрим. Ну, день или дождь? Дождь. Если говорить о центре города и знаменитой ливневой канализации, которую то реконструировали, то переделывали, то делали заново, то, возможно, какие-то варианты для того, чтобы... Планировали. Вот, понимаете, когда вы говорите, вот делали, реконструировали и прочее, пока еще в слово планировали. Планируют ее реконструировать уже лет 15 как. Первые планы были, это 1998 год. Понимаете, под все это требуется достаточно большое финансирование. К сожалению, насколько мне известно, приводились в порядок насосные станции в Плявнике. Обратите внимание. Ну, правда, ливень, который случился в начале лета, он там все равно чего-то затопил в районе улицы Катлакалной и Лубанас. Но такого грандиозного потопа, который был пару лет назад, все-таки не было. На Красто имеется в виду? Нет, в Плявниках имеется в виду. А тот потоп? В низких местах, в которых стандартно заливают, например, на Вене-Базгатве, ну, пока там не будет проведена реконструкция всей улицы, там, к сожалению, продолжится все это дело. То есть, пока мы мокрые места в Риге оставляем... В Риге... Давайте начнем тогда по порядку. Вот та ливневая канализация, которая была проложена в Риге еще лет сто назад, она с такими потоками воды справляться не была способна. У нас в некоторых частях города до сих пор объединена ливневая канализация и бытовая. Соответственно, эти коллекторы не выдерживают после ливней напора воды из квартиры, с улиц. Если вы обратите внимание, вот до чего хороший город Нью-Йорк, однако там тоже затопило и затопило на два фута выше Ординара, но в любом случае затопило. У нас все-таки, слава богу, Сэнди мимо прошел. Мимо прошел, да, даже не добрался. Но, понимаете, всегда можно рассчитывать на что-то, или обычно происходит то что-то, на что не рассчитывали. Построить дамбы и перекопать все ливневые канализации в городе, конечно, можно, чтобы, ну, никогда, не в жизни и ни при каких обстоятельствах. Но тогда надо считаться тем, что эти работы будут проходить порядка ста лет. Я уже не говорю, ну, так на всех улицах. Почему-то долго, да. Ну, так на всех улицах придется. Понимаете, в Риге, слава богу, достаточно много улиц. Так, мы с вами запутались буквально в лужах. Нет, я ни в чем не запутался. Для того, чтобы перекопать весь город и починить... Не перекапывая город, существующую ливневую канализацию, можно каким-то образом расчистить? Были же планы по тому, чтобы улучшить работу насосных станций в Пурце-Эмсе? В Пурце-Эмсе, так, значит, в Кенгараксе на перекрестке, ну, в московском Форштадте перекресток это Масковос и Далговпеллс. Там планируется привести в порядок подстанцию. Опять-таки, это не две минуты. Ну да, и, конечно, затраты там также существенные. О ремонтах. На прошлой неделе был сдан отрезок улицы Даугагуриос, отремонтированный. Непонятная организация движения по старому участку этой улицы. Но будем считать, что это временная мера. Соответственно, те пробки, которые там сейчас возникают в связи с вот этим новым выездом, новым старым выездом на Вантовый мост, также надо расценивать как временное явление. Ну, в Совете нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Пробки в районе пересечения улицы Валдемара и Даугагуриос, они будут перманентно образовываться до ноября 2013 года, потому что там будут идти те или иные реконструкционные работы. Пробки на Ранте-Дамбис будут образовываться до того светлого момента, как не будет построен туннель под бульваром Победы. Там запланирован туннель, который выйдет прямо на Венебас-Гатве, который к тому времени снимут булыжник и заасфальтируют, сделают четырехполосные и поменяют ливневые канализации, там лужа. Это планы, да. Но, понимаете, самый дорогой способ... Если бы вы сказали, что это все произойдет так же к ноябрю 2013 года... Нет, не произойдет. Понимаете, самый дорогой способ перенести пробку на 100 метров вперед – это построить развязку. Как только улучшается движение в каком-то месте, весь поток транспорта упирается в следующий светофор. Соответственно, чтобы пробок... Ну, вот посмотрите, есть Париж. Вокруг него трасса беспрерывного движения «Периферик» называется. Есть Москва. Московская окружная дорога. Как они стоят без одного светофора в пробках, так они и стоят. Проблема МКАДа не в том, что это плохо. Проблема МКАДа, во-первых, в количестве машин огромном. Во-вторых, в неправильно сделанных лепестках съездах на проспект. Понимаете, вот у нас все равно все съезды с любой непрерывной трассы будут заканчиваться светофором. С любой трассы мы будем упираться в светофор, как только мы ее покидаем. Даже если она будет северная магистраль от Букулты без остановок до Бабиты без одного светофора, как только будет происходить где-то съезд с этой трассы, там первое, что будет стоять, это светофор. Но, тем не менее... Чудес не бывает. В Германии, обратите внимание, на автобанах даже, как только человек съезжает с автобана, он упирается в светофор, плюс этот светофор пропускает максимум три машины. Это сделано специально, чтобы человек после скоростного режима смог переключиться на городской режим 50 км в час. То есть его специально там задерживают. Данная задача светофора не улучшить ему движение, а как раз дать отстояться. — Ведь в Риге нет окружной дороги... — В том понимании, в котором... — В котором есть Париж или в Москве, да. — Да, нет. — Пока не будет, потому что замкнуть то, что начинается в Бабит и заканчивается в районе Берги... — Это вообще не Рига. То есть это уже надо обращаться к правительству. Правительство, кстати, планирует отремонтировать, привести в порядок самый аварийный участок этой окружной дороги, так называемое Таллиннское направление. Это от Псковского шоссе до Московского шоссе. Там, где регулярно кто-то в кого-то влетает. — Там уже поставили светофор, на нем это и влетели в последний раз. — Да, это последнее происшествие. — Именно из-за того, что там есть светофор. — Нет, мне это именно из-за того, что там кто-то не соблюдал дистанции, насколько я понимаю. А по поводу светофора, когда там не было светофора, там аварий происходило больше. Потому что, когда стоит знак 90, 70, 50, почему-то этот знак 50 все имели очень глубоко в виду. И по пересекающим дорогам, это выезд с Лубановской, и пересечь просто невозможно. — Вы не пробовали, я пробовал. Причем я смотрю, как это иногда происходит. Бедный несчастный автобус, например, 28 маршрута пересекает эту окружную. Сколько он там терепает, чтобы ее переехать, это надо просто посмотреть. — Вы немного ранее говорили о Венембзгатве. Вопрос от слушателей есть по поводу этой улицы. Недавно отремонтировали очередной из участков этой улицы. Не до конца выставлены какие-то заградительные эти барьерчики, знаки. Не вполне понятно еще, как там будут машины справляться со светофорами и прочим. Тем не менее, кое-где покрытие уже есть. Покрытие вроде как и неплохое. Но буквально на следующий день, как утверждает наш слушатель, после того, как был положен новый асфальт, этот асфальт поперек пробороздили каналами для того, чтобы положить там то ли трубы, то ли еще что-то. Но это произошло буквально там на следующий день. Почему так происходит? — Не знаю, надо будет поинтересоваться. — Ну, тем не менее, вот то, что это не нормально, нам с вами очевидно, правда? — То, что на Венембзгатве не уложен верхний слой асфальта, мне тоже очевидно. Там пока два так называемых технических слоя. Вот третий слой там еще не лежит. И когда этот третий слой теперь удастся положить, совершенно непонятно. Потому что подана жалоба о приостановке строительного разрешения тремя частными жителями Марубской области. Они протестовали проект, строительное разрешение, соответственно, все работы приостановлены. — Вот почему там работа пришла. — В виде, в котором сейчас все это есть, сейчас будут происходить не завершающие строительства работы, на которые требовалось неделю, а согласно действующим административным процессам. — А почему протесты? Что им не нравится? — Что им не нравится? Знаете, раньше Венембзгатва была дорогой с одной полосой туда и одной обратно. На участке между троллейбусным кольцом и облицей Озово-Цима. И эти жители, территория участков которых находится уже вне границ Риги в Марубской области, могли как поворачивать направо со своего участка, так и поворачивать налево со своего участка. Через четырехполосную магистраль никакого поворота налево для них не будет. Но будет две полосы туда и две полосы обратно. Соответственно, они это дело протестовали. Они уверены, что имеют право по закону совершать там левый поворот. Вот сейчас со всем этим делом судебные институции попытаются разбираться. — Как долго будет длиться судебное разбирательство данного вопроса? — Понимаете, это зависит от суда. — Ну, тем не менее. Ну, иногда суды и по три, и по четыре года решают, если не говорить о европейском судебном правом человека. — В данном случае на Вене-Базгатве начнется не процесс до завершения строительства. Кстати, движение должны были открыть 31 октября. И если бы не эта жалоба, ее бы так и открыли, а будут заниматься консервацией. Вот чтобы то, что уже уложили, не до конца не доразвалилось. То есть тротуар там останется без плитки, потому что нельзя проводить эти работы. Соответственно, максимум, что будет сделано, это подключено освещение. Это будет запущено светофорные перекрестки Вене-Базгатвы и Озволцемы, потому что там с четырехполосным движением совершенно невозможно тогда организовать задуманный левый поворот без светофора. Возможно, будет нанесена разметка. Но в любом случае... — И все это надо расценивать как тоже временные меры? — Это все временные меры. Понимаете? А иначе там нельзя обеспечить безопасность. То есть консервация подразумевает под собой приведение объектов в состояние не угрожающего безопасности дорожного движения. — Мы делаем сейчас перерыв. Пожалуйста, продолжайте писать свои вопросы в интернете, в видеочат по адресу mixnews.lv. Депутат Думы и журналист Вадим Фольков на эти вопросы будут отвечать. Мы их зададим после перерыва на новости и рекламу. На Болткоме разворот. — Мы продолжаем разворот Депутатической Думы и журналист Вадим Фольков. Говорим о дорожно-транспортных темах. Откликнулись слушатели на мой призыв писать вопросы в видеочате. И чуть позже подключим телефон, чтобы вы могли нам позвонить. Так. Что будет с выездами на Венебас-Гатвы, например, с улицы Сэрэнос? — Поворот направо. — Там не закончили делать... И сейчас, видимо, делать асфальт. И теперь наблюдается разный уровень дорожного покрытия. — Будет проведена консервация. К сожалению, там... — Вот так и останется разный уровень. — Я думаю, что там все-таки чего-нибудь этот разный уровень покрытия сделает, чтобы он был относительно ровным. Но, к сожалению, так. — Так. Еще один вопрос. От слушателя. Для водителей есть страховка Каска-Ямы. Рижская дума уже расплачивалась по ним со страховщиками. — Насколько мне известно, в этом году из всех поданных исков на качество дорог в стране было только одно выигрышное дело. Это была, если правильно помню, автобаза Сейма. — Интересно. Как же автобазе удалось выиграть? — Возможно, там другие юриды. — Суд. Ну, там, по всей видимости, не плохие. — Не знаю. Я не следил за всеми процессами. — Один из депутатов не успел приватизировать. — Не знаю. — Я имею в виду господина Парадникса, который с этим проектом выступал. Так, ну, еще вот продолжается тема ливневки. Здесь есть вопрос от слушателя. Похоже, что в советские времена дождей и снега было гораздо меньше, и поэтому ливневка справлялась. — Значит, насколько я помню, в советское время постоянные лужи образовывались и на Ульмане Гатве под Баускас, и на Дун, то есть под мостом через железные дороги, элеваторные железные дороги, там, где примыкает улица Лактас. А в конце советского времени проезжую часть повысили, железную дорогу подняли, мост расширили. Как бы теперь там залить и не было, но когда там был этот узкий, выложенный булыжником проезд, который опускался примерно на 2 метра, регулярно троллейбусы третьего маршрута прекращали свое движение на Красную Двину после ливня и ходили только до улицы Еридневой. Вот это я помню. — Вам звонят по телефону. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Так, еще наушники. Добрый день. — Добрый день. Я не знаю, не сначала подключился. По поводу чудесного продолжения улицы Келдыша уже звонили или нет? — Еще нет. Вы вообще первый нам позвонили. Мы только что телефон включили. — От всего прогрессивного человечества, жильцов, тлявников. Скажите, кто тут гений, который сделал такое? — Что там такое? Расскажите немножко. — Ну, во-первых, чтобы попасть с улицы, вот я живу на Ясмой, на улицу Убраков, надо делать этот идиотский разворот туда, в сторону Лубана. Во-вторых, чтобы перейти пешеходный переход, мне надо идти в другую сторону. Но не мне, это всем. Далее, замкнули пешеходный переход на тупик, потому что там, говорят, жильцы просили. Я, конечно, извиняюсь, я там тоже как бы жильцом считаюсь, но ввели в ту улицу, где паркуются машины, где выезжаются стоянки. Там нет пешеходного перехода, нет тротуара. Там дети в школу идут бедные. Там вообще кошмар. А, ну и по весне там роскошная лужа всегда. Люди по досочкам бегают. Дальше. — Подождите, как это по весне? Там лужа, если это продление улицы сдано, слава богу? — Не-не-не-не-не-не. Я говорю сейчас про пешеходный переход, который там гениально воткнули, вот непонятно куда. Он упирается в тупик, он упирается там в такой, типа, в кафешку. И если кафешку обходить с ближайшей стороны, вот выпадаешь эту чуденную улиточку, где нет ни пешеходного перехода, ни тротуара, ничего, и там дети в школу, в садик, ну жуль там, короче, что творится. Ну и разворот, потому что об этом развороте, ну, наверное, только ленивый не говорил. — Вы понимаете, ленивый, да, ленивый, еще и прочитал, наверное, в Делфи ответ мэра Ушакова об этой реконструкции и о том, что там запланирована вторая часть этой реконструкции с появлением дополнительного разворота. Рассматривается вопрос о строительстве дополнительного пешеходного перехода ближе к улице Лубанас. Я вам могу сказать, что когда я посмотрел сам перекресток Лубанас и Келдыша, я тоже там удивился, почему там нету отнесенной полосы для правого поворота. — Ну, она там появится, раз уж вы удивились. — Я думаю, что нет, потому что там уже стоят фонарные столбы, а так как там было привлечено европейское финансирование, то, к сожалению, в течение, я не помню сейчас, трех или четырех лет, те участки, которые были сданы и приняты, они не могут быть изменяемы. К сожалению, так. — Ну, знаете, в отношении плохо сделанного дорожного покрытия существует гарантия. В отношении неправильного устроенного или устроенного без учета пропускной способности, в связи с тем, что все это проектировалось, если я правильно, по-моему, в 2006 году правого поворота, к сожалению, вот там гарантийные сроки не действуют. — Отличный вопрос. Здравствуйте. — Я как водитель грузовика, другой вопрос. Тоже, если уже той улицы коснулись по улице, точно, я не знаю, вообще в Латвии, вообще кто проектирует эти дороги, я так думаю, что у них даже среднего образования нет. За последние годы это просто какой-то кошмар. Эту самое продолжение Келдыша, пустых, засеяли травой, очень хорошая шла двухполоска, ну чего не сделать эту двухполоску. Сейчас начнется снег, там автобус ходит, если автобус стоит на перекрестке, на Лубанчик, на него свернуть нельзя, я продукты в магазин везу, я не могу туда свернуть вообще, даже сейчас уже, если легковая немножко левее станет, все, не говоря уже про снег. А если взять Латвию вообще в целом, я копил эти колечки, или кегом наш взять хотя бы любимый, колесо спустило, у грузовика, все, трасса стоит, я не Балтик, а Латвия-Россия, трасса стала, у одного грузовика колесо спустило. Значит, я могу вам сказать, по поводу я копился, мне достаточно сложно, или кегомса, а по поводу Риги я могу вам сказать. Мне тоже круги, которые сейчас делаются, и повороты, которые сейчас проектируются, не нравятся. Я пытался с этим вопросом разбираться в департаменте сообщения. Круг, который был сделан на перекрестке Бикернику и Юглас, после того, как я там, извините, на карачках переползал, перемерил его портняжным метром, и нашел несоблюдение радиусов при вводе и выводе дорог в круг, был переделан. Вот это я вам могу сказать. По поводу вообще кругов. Я не знаю, какими лекалами пользуются проектировщики. У меня подозрение, что они используют еще привезенные в свое время Леонорой Шабаровой в 1974 году из ГДР лекала, где автобус был и карус-гармошка с поворотными колесами, а грузовик был, автомобиль без капота, чешский, я сейчас не вспомню название, с таким маленьким прицепом двухосным. И вот они под него все это дело тогда подгоняли. Сейчас габариты приближения и габариты вписывания совершенно другие, но почему-то в проектах они действительно не учитываются. Это вот, причем я не знаю, честно скажу, я пытался выяснить в департаменте сообщения. Мне отвечают, все соответствует нормам и требованиям. Как только поворачивает фура или поворачивает 15-метровый автобус, он или носом сносит тротуар, или он хвостом вылезает к ближайшему фонарному столбу. С фурой колеса полуприцепа идут или уже по газону этого круга, хотя видно, что перед проехал прямо по началу закругления. И тоже переделать круг нельзя? Понимаете, мне сложно сказать, можно или нельзя. У меня нет доказательной базы, что как-то должно быть иначе. Понимаете, я все-таки не человек, который закончил физико-математическую школу и не учился в физико-математическом университете. Поэтому я могу промерить то, что я могу промерить. Причем к тому, что было на перекрестке Бикернику и Юглас, где все-таки было переделано, я привлек студента, который в математике разбирается лучше меня. И все это дело пересчитывалось буквально на коленке на этом кругу. После чего была подана докладная записка в департамент, и потом все это там было переделано. Но я уже не могу сказать, что слишком хорошо, мне и переделано тоже не сильно понравилось. Но, по крайней мере, поворот из двух полос был ликвидирован, и камни бордюрные были перенесены. Ну да, одно дело это то, что как-то не вполне современно устроено вот это круговое движение. С другой стороны, мы знаем, что во многих городах, и больших, и малых, европейских, это круговое движение успешно функционирует. Это и упомянуты сегодня Париж, это и Рим, и другие города, в которых проблемы... В Париже он хорошо функционирует, я бы не сказал. У меня все-таки был и на площади Согласия, и на площади Звезды. Так, вот там как раз круговое движение. Вот там как раз круговое движение. Ну, там совершенно... Стоящее такое, едущее, броуновское, я бы сказал. Каждый, кто куда хочет, тот туда и поворачивает. У нас нету такой культуры водителей, которые пропускали бы с левого ряда в повороте направо и с правого ряда в повороте налево. А там есть... Я очень хорошо смотрел на Елисейских полях. Идет пешеход через сколько там, три полосы, на красный свет все останавливаются. Раз человек идет, значит, ему надо. Вот у нас начинаются клаксоны, кулаки из окон, жесты всякие разные. Ну, вот не Париж. Маленький, но не Париж. Тем не менее, вот сам принцип устройства в новых районах кругового движения вам кажется правильным? То есть способен он там решить? В Бреге вы увидите два круговых движения буквально через пару недель, когда будут открыты развязки продолжения трассы с Южного моста с улицы Баускас. Там будет два круга. Тогда можно будет посмотреть, как у нас водители с этим справляются. Значит, по действующим в Латвии ГОСТам выезд с круга может быть только по одной полосе. Если вы сейчас подъедете на перекресток улиц Булли и Дзирциема, где круг давно с самого советского времени, мне кажется, это вообще самый первый круг в городе Риге. Очень маленький круг, и поэтому въехать и проехать по нему, как это предполагается, правилами дорожного движения, достаточно сложно. Да, да. Плюс водители у нас не показывают в кругах левых и правых поворотов, поэтому понять, куда они собираются ехать дальше, направо или все-таки прямо, абсолютно. Ну, просто постойте там, можете с кинокамерой, можете с фотокамерой. Принимаем зону. Какие-то слушатели, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Уважаемый господин Фольков, а вот, наверное, вам неоднократно задавали вопрос по поводу организации движения по новому участку улицы Юглас. Там с просьбой как-то ограничить движение грузового транспорта. Что-то предвидится в этом ключе или нет, потому что там жилые дома находятся не как положено в 50 метрах от трассы, а в 25 метрах от проезжей трассы, и там ужасная вибрация и шум. По поводу грузовых автомобилей на улице Юглас, сразу скажу, ничего не слышал, ничего не читал. Были обращения по поводу Юглас между Битернику и Лубанас о снижении скорости движения до 50 км в час. Сотрудники департамента сообщения, отвечающие за организацию движения, признали эту просьбу необоснованной. Я предлагал там ограничить движение, потому что это все-таки территория города. По плану развития на том участке будет построено второе полотно дороги, то есть будет две полосы туда-две обратно. Что касается старого участка улицы Юглас между улицами Малая Нос и Бривибас, вот по поводу грузовиков, я не помню каких-либо обращений, было обращение с просьбой сделать дополнительную парковку вместо газона у одного из детских садов. Так, вопросы вот какие вам. Помогите, посодействуйте, пожалуйста, чтобы снивелировали полотно улицы Грамсдес в продолжении за воздушным пешеходным переходом на улице Улмане-Гатве. Обращаются Олекса. Вы понимаете, о чем речь? Снивелировать это что значит? Да, я понимаю, о чем речь. Это вывести на один уровень? Могу просто-напросто предложить сделать, ну как бы чтобы я просто не был почтальоном, то же самое, просто сделать копипейст и отправить в департамент сообщения по электронной почте. И там, если смогут, ну понимаете, сейчас вообще-то зима начинается, поэтому работы с асфальтом, они прекращены, кроме аварийных. Но попробуйте, может быть, там чего-нибудь снивелируют. Добрый день. Хотелось бы узнать, что в перспективе с маршрутными такси, которые до сей поры мешают общественному транспорту у центрального вокзала, в частности, 18, 23, 11 маршрутам, из-за чего бывает масса проблем с пассажирами, пишет Евдокия. Значит, я могу сказать, что вот, к сожалению, пока не закончится конкурс на маршрутные такси, я боюсь, что все это так и будет продолжаться. Согласно утвержденной и действующей ныне схеме движения, на той остановке маршрутные такси не останавливаются. Более того, они вообще должны проезжать мимо. Они там останавливаются и стоят. Правила дорожного движения они в данном случае не нарушают, потому что остановка – это то, что связано с посадкой и высадкой пассажиров на период не более пяти минут. Когда контрольная служба проводит рейды, больше пяти минут там никто не стоит, когда закончится конкурс, если он закончится все-таки на оказание услуг маршрутных такси, то, возможно, Рига Сатексмы сможет каким-то образом влиять на то, где и как маршрутные такси стоят. А теперь, что касается того места, я не знаю, какой я получу ответ. Я отправил свое предложение в департамент сообщения и в департамент развития Рижской думы с предложением перенести троллейбусную остановку на уже улицу Мариас. То есть за светофор, за поворот. Там на улице Мариас пустой пятачок. Там получается карман длиной около 40 метров реален. Значит, там может встать два троллейбуса гармошки или три троллейбуса одиночки. Ну вот вы сказали про конкурс на маршрутные такси. Там какая-то проблема возникла, существенная, да? Почему этот конкурс не может завершить? Нет, не существенная, просто поданы жалобы. Очередная, да. В данном случае подано 6 жалоб 8 фирмами различными. Лепайским автобусным парком, какой-то фирмой, которая занимается полиграфическими работами. Ну, любой житель планеты может подать в любое место любой протест. Поймите правильно. Сейчас этими вопросами занимается Бюро по надзору за закупками. В зависимости от того, какое решение примет, так и будет дальше что-то продолжаться с конкурсом. Я глубоко в детали не вдавался, но мне известно, например, что владельцы маршрутных самоторных фирм недовольны необходимостью установки аппарата электронного билета в маршрутных такси, системы GPS, которые позволяют смотреть, как это маршрутное такси ездит, соответственно, в каком месте оно находится, и как оно близко или далеко от расписания движется, плюс оборудование, которое в будущем должно передавать сигналы о местонахождении на остановочные пункты, и чтобы пассажиры могли на табло видеть о приближении соответствующего маршрутного такси. Я глубоких подробностей не знаю и жалобы не читал. Не может никто сделать, пока Бюро по надзору за закупками не вынесет своего решения. А что с новыми троллейбусами, с новыми автобусами? Объявлен конкурс. Срок подачи предложений до 10 декабря. Планируется купить 125 шарнирно-сочлененных троллейбусов и 175 автобусов, из которых примерно 30% будет короткими 12-метровыми, и порядка 70% будет гармошками. 15-метровые автобусы трехосные закупаться не будут. Ну и как вам кажется, у нас поменяется весь парк общественного транспорта для того, чтобы он был более применимым под современные методы? В Риге сейчас, вот я как раз пытался подсчитать, сколько же у нас на ходу, чего. Значит, на ходу у нас порядка 250 троллейбусов. Соответственно, если заказывается 125, это половина. Причем это заказ не одного года, это заказ на 5 лет. Самый молодой троллейбус 2006 года выпуска. Соответственно, ему 6 лет. Согласно правилам Кабинета министров, амортизационный срок эксплуатации троллейбусов 12 лет, автобусов 10 лет. Ну, вот цифры такие. Значит, это по поводу автобусов. Интересно, а как в долгу впился с местными трамваями? Вы понимаете, в Риге тоже есть трамваи выпуска конца 80-х годов, а троллейбусы 89-го года выпуска до сих пор еще ходят по 15-му маршруту. Они не соблюдаются, потому что этих закупок не было. Значит, последний автобус у нас куплен в 2005 году. Соответственно, до сих пор в Риге ходят автобусы выпуска 1997 года. Их первым делом, это турецкие Мерседесы так называемые, помните? Вот их называли как «Андрис Мерседес», еще в свое время Андрей Мамыкин написал замечательную статью с таким заголовком. И вот их сейчас надо менять. Так, у нас есть еще вопросы от слушателей. Если быстро, то пожалуйста, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Алло, да, задавайте свой вопрос, мы ждем. Хотел бы сказать две вещи. Первое, не разделяю всеобщее возмущение радиослушателей по поводу организации движения в Риге. Считаю, что более-менее все нормально организовано. И у меня вопрос. Скажите, вот перекресток Сенчу и Мера, можно ли там запретить левый поворот по Сенчу в одном и другом направлении? Понимаете, если со стороны Бривибос теоретически, наверное, да, то со стороны Валдемара теоретически, наверное, нет. Потому что тогда к грузовому транспорту придется ехать по булыжной госпитальной. Там движение грузового транспорта запрещено. Если мы говорим о легковых автомобилях, то тогда им придется с госпитальной поворачивать направо на казарменную, там круглый булыжник, и оттуда выезжать на Клуса, пересекая Мера. Поэтому я боюсь, что там левый поворот пока будет оставаться. Для грузовиков есть возможность объезжать сейчас по Лактас, но, к сожалению, зимой, когда они сворачивают с Дунтас на Лактас и пытаются повернуть на Брасовский мост, они там буксуют. Поэтому вот, но, к сожалению, так. Пожалуйста, ваш вопрос. Мост, они там буксуют. Есть у вас вопрос, добрый день, коротко. Так, видимо, да, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Вы знаете, у меня такой вопрос, я живу в Золе Туде, но уже, так сказать, в районе станции почти, да, на Лэйне 10. И вот очень, значит, кольцо само, кольцо автобусов далековато, как рассчитано, то ли на тех, кто выходит с поезда, да, с электрички, а потом следующая остановка, а, на ней мой жизнь. И если вот ты утром спешишь, то тебе получается, что ты между этими двумя остановками и между ними перегон довольно большой. Может, как-то можно было бы одну остановочку или перенести ближе к, ну, ближе к кольцу или, наоборот, между ними еще одну остановку. Вы знаете, ну, неудобно, страшно, очень далеко и до кольца, и до Анны мой же. Спасибо за вопрос. Я попросил бы вас его в таком же виде, позвонив по бесплатному телефону 8-00-19-19, адресовать предприятию Рига Сатексмы, потому что они могут переносить остановки. Реально посмотреть физически это возможно или нет, есть специальные комиссии. Ну, как вам кажется. Я знаю, что при выходе со станции действительно неудобно расположены остановки. Я знаю, что кольцо, то, которое, где сейчас разворачивается автобус, оно не является постоянным. Это временное решение, принятое в девяносто, чуть ли не втором году, просто на территории рынка поставили будку с диспетчером, где автобусы могут развернуться. Я знаю, что выкуплена территория вдоль железной дороги за станцией Золитуда. Это еще была автобусным парком Иммонта для строительства новой конечной станции. На данный момент финансирования под это нет, проекта технического нет, идеи есть. Возможно, когда организация движения будет построен или мост, или туннель под железной дорогой Рига-Юрмала, то тогда там автобусы пойдут как-нибудь по-другому, и кольцо будет построено новое. — Отмечает Олекса, что на улице Грамзас надо только пустить грейдер, там грунтовое покрытие, народ ходит много по ямам и лужам, но просит вас взять этот вопрос на заметку. У нас Вадим Фольков, депутатрическая дума, журналист, был сегодня в гостях. Всего вам доброго и пока.